всем добрый вечер всем привет меня зовут мариса аксон я нейропсихолог и нейромаркетолог и сегодня у нас прямой эфир с нейроразбором мы с вами будем разбирать два проекта у меня появился помощник будем с вами разбирать два проекта один проект это лендинг пейдж это посадочная страница бренда вафельных халатов от российского производителя всем привет а второй проект это позиционирование бизнес трекера я сейчас приглашу нашу первую героиню и мы начнем общаться посмотрим что нам дают нейромаркетинговые знания как мы их можем использовать так чтобы было всем хорошо дарина привет здравствуйте всем кстати марии расскажите пожалуйста в своем проекте как вы его запускаете что он из себя представляет на кого он нацелен я потом покажу весь сайт и расскажу что можно улучшить чтобы увеличить конверсию мы начинающий бренд одежды домашней одежды сейчас узкая линейка товаров она у нас состоит только из вафельных халатов мы нацелены на женщин которые увлекаются домом садом материнством возрасте где-то 25-35 лет кто любит уюта и любят комфорт дома проект у нас возник во время карантина родилась такая идея что же такое вот придумать что людям понравилось во первых именно сейчас вот по нынешнему запросу и что действительно будет необходимо каждому человеку и вот мы поняли что домашняя одежда это то что в принципе должно быть в каждом доме и не только тебя можно приобрести в подарки можно приобрести вот так но у вас я так понимаю что вы планируете все таки домашнюю одежду выпускать потому что ну халаты это как бы не совсем да да определенно домашнюю одежду так было легче всего начать проект с халатов мы начали с халатов сейчас секунду я закреплю нам тему что это у нас нейроразбор чтобы присоединившись сделать даже коллекцию для отдыха для пляжа для отдыха на и возможно то есть вот вот такой сегмент одежды не только для дома но и для отдыха ну смотрите сайт сейчас который есть он предлагает только вафельные халаты и мы исходя из будем разбирать потому что когда у вас появятся новые линейки там пойдет уже другой разговор с учетом того какие у вас линейки я сейчас буду крутить и вертеть потому что именно так все происходит а и буду показывать собственно говоря ваш сайт итак у нас с вами бренд домашней одежды звуки звуки хом и сразу главная страница значит вы как маркетолог я так понимаю молодой маркетолог да по вашей до биографии вы уже в любом случае должны знать и люди все кто нас смотрит предприниматели личные бренды маркетологи продажники вы должны понимать что у вас самый первый экран самый-самый главный потому что именно здесь у нас с вами отсекается большая часть аудитории и нам с вами важно ее зацепить у нас с вами есть сейчас типа там 35 секунд по последним исследованиям чтобы человек понял что он что он попал на правильное правильное место что здесь есть то что ему нужно и чтобы он не ушел чтобы не было отказа с сайта итак пойдем с самого начала самого как бы главного самое главное какой у нас канал восприятия больше всего получает информации друзья что простите зрительные так понимаю да конечно именно так теперь смотрите какая интересная штука и это просто про устройство мозга это такая базовая история друзья включаетесь подсказывайте нам помогайте задавайте вопросы если нужно базовая история наша состоит в том что чтение буквы речь это вообще очень новая такая история у новая категория давайте все вспомним что например 200 лет назад там только какой-нибудь один процент человечества вообще умел читать сейчас мы конечно с вами умеем читать тем не менее чтение и понимание смыслов вторично по сравнению с тем что мы видим исходя из того что я сейчас сказала дарита давайте вместе включать мозг маркетолога потому что нейромаркетинг это про правильное мышление на самом деле что здесь должно быть вот что нужно изменить в главном экране самое главное если мы знаем что визуалка первично а тексты вторично ну естественно да здесь должны быть товары товары либо процесса изготовления товаров значит смотрите я сейчас переключусь и поговорю с вами а потом переключусь обратно и буду рассказывать если у нас с вами да действительно речь это супер важно и мы словами можем очень сильно влиять не просто так у нас есть целое направление нейрокопирайтинг когда мы определенными словами определенными слоганами и определенной формулировкой даже построением предложений можем вводить человека в определенное состояние вызывать разные эмоции вызывать определенные воспоминания тем не менее нам нужно с вами на главном экране чтобы все друг друга дополняло то что называется консистентность чтобы ваш слоган или ваш дескриптор в данном случае да вафельные халаты от российского производителя дизайне это ваш классный дескриптор очень хороший качественный он должен быть поддержан картинкой если дескриптор такой то картинка должна быть соответствующая если вы говорите что вы про уют и про комфорт и про красоту дома то картинка должна быть соответствующая это не просто вот сейчас следующим шагом скажу что это не просто изделие например лежащие на кровати на подушке я понимаю какой смысл вы здесь хотели донести тут и книжки тут и как бы и очки но такое но при этом нюансы понятно что когда мы создаем что-то там быстро надо запустить мы пользуем те материалы которые есть под рукой но нюансы решают книжка на английском да да и вопрос знаете в чем в том что и сегодня как раз stories про это говорю мы сейчас после разбора я сейчас буду давать кейсы чтобы мы с вами угадывали нюанс в том что мы если делаем то мы об этом не задумаемся что что-то не так а то что называется наше подсознание которое участвует мощно в принятии решений то есть у нас сейчас есть цифры нейро исследователи говорят что решение на 95 процентов принимаются неосознанно все остальное достраивает наш неокортекс так вот он считывает все он считывает вот этот вот не состыковки и в этом смысле какой-то тоже мини обман и он понимает что что-то не так но он не будет анализировать там что что не так а вот потому что книжка на английском а что не так а халата то нету нам на первом экране где продают халат и халат не показали поэтому что здесь можно сделать здесь хороший выбор если вы вот говорите то как вы говорите о вашей аудитории мягкие цвета хотя там тоже есть нюансы потому что у нас есть психотипирование и у вас может быть аудитория которая полюбит ваши халаты она очень из разных психотипов и тогда нужно смотреть какой психотип превалирует и как один психотип любит яркие цвета 2 пастельные и так далее вот я например вот не про эти цвета но у меня есть клевые красивые цветные вафельные халаты дома то есть я когда посмотрела ваши товары они мне пришлись по вкусу но я здесь не попадаю к вам именно вашим дизайном это просто чтобы итак самое главное первое картинка картинка должна отражать вот те смыслы которые вы хотите там точно должен быть халат пусть он будет в какой-то красивой мягкой обстановке пусть он будет даже на кровати это это уже такие дальше нужно смотреть детали есть нюанс если это будет просто ну как бы как некоторые вот товар показать просто сложный халат или просто на вешалке это проигрышная история не проигрышная история если халат будет на человеке еще хорошая история если у вас получится снять халат на какой-то очень милой девушки с лицом потому что я посмотрела ниже у вас лица обрезаны на карте на не внутри на товаре а снаружи я сейчас покажу но вы знаете то чтобы знаете ваш сайт а я сейчас покажу нашим зрителям о чем я говорю мы когда пролистали главную страницу у нас вот здесь вот такие обрезанные картинки к сожалению но я так понимаю что это еще проблема конструктора скорее всего что он под вот вот так вот под размер режет картинки не возможно отрегулировать просто было принято как раз решение сделать халат на на лицо наоборот в этом есть логика потому что мы тогда смещаем акцент на халат с лица есть правило лиц что мы на лица очень сильно реагируем и фиксируемся на них но я бы сделала еще хитрее я бы резала лицо немножко чтобы хотя бы чуть-чуть образ был чтобы был немножко подбородок и губы чтобы выглядела но совсем манекен что понимаете ощущение не неживости немножко вот девушка с правой стороны в вафельном халате сейчас покажу она очень не очень неплохо в этом смысле у вас получилось вот видите у нее чуть-чуть видно часть лица и она сразу смотрится выигрышней чем все остальные посмотрите отстранено друзья коллеги кто нас смотрит понятно сейчас о чем я говорю видите о чем я говорю что когда у нас появляется хотя бы кусочек лица получается картинка живее получается теплее и ближе хочется зайти сердечки посыпались спасибо вернемся и так первое что вам нужно сделать это я уже прокрутила дальше первое это нужно сделать хорошую визуалку когда ваш дескриптор подчеркивает вашу визуалку и наоборот чтобы все было согласовано что вы этим выиграете вы дадите своему клиенту максимально быстро понять о чем здесь речь это очень важно это поможет ему задержаться и познакомиться с вами поближе и это еще там есть такая штука вы наверняка ее может тоже знаете про когнитивную легкость и когнитивную сложность нам когда сейчас расскажу у нас мы воспринимаем когда что-то и достраиваем реальность в голове в своей у нас очень ограниченный ресурс например есть исследования когда брали две группы людей одной группе давали а второй группе давали выбор выпить чай или кофе они что-то выбирали что-то пили потом этих две группы давали им тесты проходить задачки решать и вторая группа справилась почти там на 30 с лишним процентов хуже чем первое смотрите что происходит у нас настолько ограниченный ресурс на восприятие информации и принятие решений что даже минимальная загрузка то есть им пришлось принять вначале решение а потом пойти решать задачи уже за захватила ресурс и ресурса не осталось чтобы решать задачи качественно вот у нас то же самое с маркетингом всегда и с продажами чем больше клиенту приходится догадываться думать искать понимать про что здесь тем сложнее ему будет принять решение вашу пользу потому что начинает работать базовая программа друзья для всех говорю когда вы проводите переговоры когда вы продаете начинает работать базовая программа бейли беги понятно что когда ты находишься в безопасности в безопасном состоянии у тебя куча конкурентов там ты можешь выбрать все что угодно в интернете ты просто уходишь если ты уже перегрелся чтобы принять решение о покупке ты уходишь таким образом чем больше вы дадите понимание сразу вашему клиенту что здесь и какого качества и что это ему подойдет тем легче ему будет потом нажать кнопку купить у меня вот вопрос далеко не ушли от картинки потрясающего с тем что нужно изменить визуал карточек единственный вопрос за главную мы будем менять на интерьерную там будет девушка которая условно сидит и пьет чашечку кофе там на кухне или где-то просто за столом стоит ли такие интерьерные фотографии размещать карточках товаров то есть либо их оставить в классическом значит я бы делала главный экран это вот эти то что называется креативы визу вижу такие очень лояльные очень про красоту проблем да а в карточках оставляла простые чтобы не лишнего отвлечения деталей нам именно там нужно снизить вот эту когнитивную нагрузку и дать товар но я говорю единственное что чуть-чуть бы сместила чтобы лицо узнавалось чтобы поживее было чтобы было легче себя представить на том месте я полу и спирала можно сказать чтобы было легче подставить ну то есть чтобы это был манекен некий но да я понимаю что вот справа выигрыш не намного действительно смотрится понятно что у нас есть вот общие законы в том числе законы нейромаркетинга восприятия информации технологии клиента и они нам говорят одной стороны что нам нужно ставить лица наши визуалы потому что лица привлекают внимание с другой стороны тогда лица отвлекают внимание от товара что у нас за аудитория ну то есть мы всегда смотрим на контекст почему не работает нейромаркетинг когда мы почитали и пошли просто влепили ну типа вот у них сделано и мы также сделаем потому что всегда нужно учитывать контекст и что у нас за аудитория если мы говорим что у нас аудитория вот про этот уют комфорт и так далее то нам как раз от манекен насти нужно уходить но при этом не перейти ну как бы настолько что у нас все лица заберут на себя всю активность все внимание и человек просто растеряется не купит и мы ищем вот этот вариант вы его случайно там нашли вот в этой правой фотке используйте его во всех остальных то есть мы с одной стороны не уводим убираем не живость добавляем живость уют вот это а с другой стороны оставляем пищу для воображения чтобы человек достроил себя вот в этом халате но при этом когда вы будете делать главный визуал там прям хорошо если будет лицо конечно же там хорошо если будет весь натураж потому что это немножко другое это все-таки такая продающая картинка имиджевая хорошо поехали дальше посмотрим еще на главный экран потому что мы с ним не закончили конечно же а значит бренд домашней одежды звуки все отлично я не знаю будете ли вы делать какой-то логотипчик вот хочется какого-нибудь значочка прям очень хочется отлично вот там сердечки пошли всем хочется значочка мы уже понимаете привыкли нам уже кажется что если значка у компании нет что с ней что-то не так это вот наш такой опыт клиентский а дальше смотрите какая история клёвая вот есть у нас товары доставка оплаты контакты есть такая штука чтобы на главном экране абсолютно непрямыми средствами завуалированно можем очень много смыслов давайте так все зафиксировали как выглядит главный экран я сейчас уберу и буду рассказывать вернулась вам на главном экране хорошо бы показать что-то про себя у нас есть разные триггеры есть триггер социального доказательства есть триггер веры и так далее но давайте посмотрим как сделать так чтобы появился триггер веры как сделать так чтобы люди поняли что вы нормальная контора не однодневка и у вас все прям хорошо что вывесить на главный экран давайте еще проще подскажу что вывесить в меню или в шапку что добавить чтобы люди сразу поняли что с вами можно иметь дело что за этим что-то стоит кто-то стоит рабочий проспект возможно какой-то еще прочим чего не хватает мы уже сказали да отзывы а не но вы не можете вывесить отзывы в шапку представьте вас шапочка я вам сейчас пальцем прям ткнул мы с вами по брейнстор на вот она шапка да у вас вот вы здесь будет у вас вот тут вот у вас есть а нас товар доставка оплаты контакта чего не хватает чего хочется чтобы сразу человек понял что с вами можно иметь дело что за этим это не контора однодневка что можно доверять какого года на самом деле все гораздо проще спасибо лидия нам подсказывает лидия друзья всем сердечки пожалуйста лидия отправьте контакты мы можем не скрывать контакты мы можем вывесить email мы можем вывесить телефон туда и даже если нам не будут звонить и писать на этот email когда люди заходят на сайт и сразу видят какие-то формы по которым можно связаться понятно какие внутри ощущения да да именно и мы сразу с вами абсолютно маленькой штучкой увеличиваем себе конверсию дальше в покупке потому что по сути вас каждый экран каждая деталь это точка контакта с вашими клиентами вы вот так подкручивая каждую деталь будете увеличивать себе конверсию будете увеличивать чтобы дальше люди комфортнее себя чувствовали да вот это ощущение соответственно здесь появляется у вас логотип контакты правильный визуал и поехали дальше друзья ну поддержите нас дайте нам еще сердечко посыпались вас пойдем посмотрим дальше что у нас есть значит что сделано во первых сайт очень приятный я должна сказать я просто до людей идет на нейромаркетинг уже тренируется до лидия я очень рада вот как раз в сентябре стартует нейромаркетинг друзья кстати по этому поводу новость осталось пять мест на бизнес формат всего пять мои дорогие так поехали смотрим значит второй экран это супер здорово это супер правильно что у вас сразу идет отзыв это очень хорошая практика вы сразу дали социальное доказательство показали что у вас есть клиенты что можно улучшить две вещи а первое даже три час я вам скажу вещи как улучшить первое если у вас появится здесь фотография отзывика человека который написал отзыв можно спросить человека и поставить фотографию это будет очень хорошо у вас сто процентов есть лояльная аудитория которая согласится вам дать эти фотографии я прям гарантирую у маленьких брендов таких теплых и ламповых всегда есть такая аудитория которая даст вам фотографии поэтому добавьте фотографию знаете что еще здесь будет хорошо если здесь будет не один отзыв но то есть смотрите если бы у вас здесь был отзыв я не знаю условно говоря от аллы пугачевой то его можно было бы оставить один да ну там или там от леру кудрявцева и так далее но так как у вас здесь отзыв от ларисы мигунова из города владимир то что кстати город владимир это очень классная находка вы молодец потому что это нам показывает что ну как бы не только москва и не только там питер например да не только крутые большие города могут пользоваться вашими изделиями а вся россия но если у вас здесь появятся вот такие стрелочки которые можно полистать а внутри будет много отзывов ну или хотя бы штуки 3 то это вам даст больше преимуществ уровне этого отзыва то есть у нас в принципе ниже после преимуществ возможно поменять или преобразовав значит как бы я делала здесь есть два варианта на самом деле социальное доказательство можно двумя вариантами вообще вот это доверие выстраивать в контакте с клиентом либо вот здесь делайте отзывы а потом их еще пониже повторяете либо здесь вы берете выше основательница да вы берете себя делаете свою фотку и пишите почему вам важно делать то что вы делаете да да и тогда я или ваш клиент кто угодно зайдя на сайт и здесь будет подписана основательница человек будет видеть лицо человек будет видеть намерение человек будет в контакте с вами потому что здесь вот если полистать эту страницу друзья вот я вам сейчас просто всем показываю смотрите вот я листаю страницу прям с самого начала еще раз так чтобы не было выделений листаю страницу и прям даже не буду вас всех мучить я хочу просто чтобы вы посмотрели на эту страницу и увидели как сильно на ней не хватает контакта здесь есть единственная фотография ну как бы человека из компании и то этот человек от нас отвернут ну типа нас не ждали чтобы как бы что вы заглядываете через плечо есть еще раз есть вот это ощущение какой-то от отстраненности при том что то есть отстраненность это неплохо если бы у вас был какой-нибудь другой товар а у вас мягенький интимный очень такой гигиеничный очень такой домашний товар вам наоборот контакт нужно строить вот поэтому еще раз да здесь можно либо делать несколько отзывов с фотками спасибо друзья за сердечки все понимают да о чем я либо может быть даже я бы потестила вы сработаете здесь лучше ваша хорошая фотография ваш текст чего вы хотите здесь бы я еще бы воткнула вашу какую-нибудь красивую подпись что это точно вы написали вы подписываетесь под своими словами и тогда это будет вообще перфект потому что это будет самый прямой контакт вы отвечаете за свое качество и не стесняйтесь тут вот понимаете ставить свое лицо потому что отвечаете за качество и есть еще прям маленький-маленький лайфхак так как люди в интернетах тексты не читают все об этом знают да ну то есть вот это вот никто не читает читают знаете как помню как я долго искала один час кожа начинает чесаться доставили прямо во время опуска муж оценил вот это вот как бы как читается текст никто не читает каждое слово и тогда вы делаете маленькую хитрость вы выделяете жирненьким то что вы хотите чтобы человек почитал окей с этим понятно с этим разобрать друзья коллеги если у вас есть вопросы по текущему разбору вы можете задавать у меня есть вопрос все таки здесь слова основателя не формате у нас о компании как мы создавались а именно какие-то слова лично от меня я от вас одна основательница одного бренда у бутика где продается достаточно дорогая одежда написала как шелковое платье купленное когда-то на последние деньги изменила ее жизнь это настолько трогательная история что ты просто ну невозможно не проникнуться я не предлагаю вам сделать то же самое но сторителлинг особенно если он правдивый от души но то есть я это сделала потому что это важно вот я сейчас на вас смотрю на ваши продукты думаю вот я бы тоже хотела сделать что-то такое потому что я искренне фанатка домашних вот этих штук у меня целая коллекция самых разных халатов я обожаю все эти там тапочки я обожаю все это махрушечку я обожаю новые полотенки вот это вот все и я думаю вот найти сложно в принципе прям клевый ну то есть если это вот не за там 20 тысяч рублей то найти сложно прям хорошее качество вы это качество делаете насколько я посмотрела насколько я увидела вы делаете это качество по классной цене прям по очень классной цене и что там вас мотивировала что вас двигало ну наверное это не на уровне сейчас я посижу подумаю а что за бизнес мне запустить чтобы много бабок заработать ну то есть вы что-то заработаете но это же не миллиарды там там не не знаю не чем-то там не нефтянкой занимаетесь значит какая-то мотивация какая-то ценностная история там стоит за этим и про эту ценностную историю можно говорить потому я не знаю здесь все как бы напишите вот поставьте плюсик если вы очень прям ну не знаю трудоголик или вы очень много работаете вы очень много работаете я я очень много работаю и я работаю из дома и я часто работаю в домашней одежде и у меня очень много домашней одежды именно поэтому пришла когда-то такая идея что как бы здорово было сделать ее классной и разной вот плюсики поставили ну давайте теперь еще вот очень интересно да вот я просто знаю что я если я пришла у меня есть халат до ванны два разных халата я знаю что когда я пришла там после прям очень активного рабочего дня и надела халат это просто сразу другое ощущение я такая ну прям сразу расслабляешься и иметь такой классный халат для этого вы про это можете поговорить еще раз я не знаю что у вас там внутри как бы но там не на уровне заработать все деньги мира а на уровне сделать еще что-то клевое да вы прям точку попадаете потому что как раз я в соц сетях транслирую именно о комфорте после работы прийти и просто сменить настроение обстановку просто за счет домашнего халата изменить вокруг себя как бы сделать задать другое настроение ну условно это невозможно отдохнуть просто надев халат но в целом я пытаюсь транслировать что можно приблизиться к этому да если создать эту атмосферу можно еще как можно отдохнуть с тела с ней с себя снять одежду и пыль можно же это же триггерная история очень сильно надеваем халат там что-нибудь берем книжку в руки и опа и у нас все расслабляется так что очень можно да 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 вот дарина вот галя у вас уже хочет халат я кстати тоже галя поэтому галя в ноябре приезжает в леса вон на веб-саммит и видимо привозит мне от дарины халат тоже потому что я его явно закажу отлично поехали дальше кстати это уже как это персонал как бы реквест персональный запрос будут ли длинные будут длинные можем сделать индивидуально мы это мало транслируем сейчас на страницу на самом деле у нас есть возможность вообще делать под разные и рост и размер и далее далее супер поехали дальше падаем вернулись преимущества но вы наверняка понимаете что вы будете переделывать мы вообще будем многое сайт я создала сама и вот он первый мой сайт и конечно уже над ним уже даже маркетолог делал оценку потом я соберу данные которые сейчас вот мы с вами разбор и естественно там очень много придется переделывать то есть есть уже как опроски но смотрите мы с вами все-таки не обсуждаем с нуля обсуждаем только то что есть и корректируем только то что есть ну во первых мои комплименты если это ваш первый сайт он очень достойный отлично сделано с другой стороны вот именно если мы говорим про преимущества если их как-то переделывать здесь есть какие-то очень очевидные вещи которые нужно переделать это серый фон который должен быть явно не серым вы про теплоту вы про мягкость вы про уют серый холодный цвет холодный поэтому можно это делать на правильном мягком неярком фоне но это однозначно нужно делать на теплом фоне это может быть какой-то беж потому что в принципе у вас вот есть этот теплый фон вот здесь вот бежевенький там понятно с с оверлеем но тем не менее вот у вас есть тепленькие здесь цвета их в принципе можно повторять все будет конечно зависеть от от вашего креатива на главной на главном экране вы будете там потом те цвета поддерживать или наоборот вы вначале разрабатываете свои цвета и от них идете уже в креатив вот я бы не описал вот эту историю почему стоит выбрать именно наши вафельные халаты ровно потому что в принципе вот такие вопросы они выглядят манипулятивно для клиентов и никто не читает ну то есть вот это вот как только видят вот это почему стоит выбрать именно наши вафельные халаты ну как бы и ты такой вы на меня давите и все я пошел дальше кстати вот давайте прям проверим дорогие коллеги друзья когда вы заходите на такие сайты читаете ли вы преимущество напишите плюс если читаете и минус если вы пролистываете сейчас мы соберем маленькую статистику с вами дарим да интересно интересно хотя бы хотя бы чуть-чуть кто вот на таких сайтах читает преимущество поставьте плюс кто не читает кто просто такой типа ну типа есть преимущество окей пошли дальше вот пошли минусы пошли минусы я вам сейчас расскажу как сделать так чтобы читали минусы вот есть человек который читает а Екатерина пролистывает потом опять нет 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 вот видите у нас только один есть дотошный один пользователь. Отлично, да. Вот иногда читает, вот ещё одна Екатерина иногда читает. Значит, смотрите, если вы хотите сделать, чтобы вот это читали, нужно оформлять вообще по-другому. И я сейчас буду рассказывать, как. Так, задерживаемся, но мы сейчас будем быстро гнать, потому что у нас ещё на полчаса на следующее позиционирование. Значит, если вы хотите, правда, чтобы читали преимущества, делайте так, чтобы от них было не оторваться. Если вы показываете натуральность, то вы прям вот каждое преимущество можете сделать мини-раздельчик. Вы эту натуральность показываете ниточками, максимуме, да, в зуме показывается ткань, как выглядит. Вы показываете что-то ещё, ну, то есть какие доказательства натуральности у вас есть, сделайте фотку, так, чтобы там было прям зависнуть и рассмотреть. И тогда вы говорите, наши халаты изготавливаются с 100% хлопка. Это входит для чувствительной кожи. Я бы там вообще ещё хитрее делала, потому что вот это, типа, натуральность, все такие натуральности дальше не читают. Я бы писала, например, наши натуральные халаты, чтобы, ну, человеку вот этих вот очевидных вещей настолько не делать, чтобы он всё-таки как это голову включил и зафиксировался. Это тоже очень важно. Всесезонность, ну, тоже, опять же, там же можно сделать такую, условно, коллаж, когда за окном снег или за окном лето. В общем, сделать так, визуалками подчеркнуть, это всё, кстати, очень доступно делается, несложно, чтобы каждое преимущество хотелось рассмотреть. Вот здесь нужно будет вот подсказывать, цветок хлопковый очень красиво можно использовать сто процентов. Кстати, он там есть, потом я сейчас покажу, там есть в карточке товара. Про качество. Наши халаты шьются из прочного вафельного полотна. Ага. Опять же, то, что они не просвечиваются, можно показать. Можно показать на руке, на свет. Сделать так интересно, чтобы люди думали, о чём они мне пытаются сказать и почитали текст. То есть, что они мне пытаются сказать этой фотографии. И так далее. Идеи для подарка то же самое. Показывайте, как вы дарите подарок. И так далее, и так далее, и так далее. Вот тогда вас будут читать. Если вы это ещё красиво разместите, там можно шашечками, это уже можно поиграть. Тогда вас будут считать, что это за преимущество. Тогда будут задерживать взгляд. Вопрос. В целом, здесь, конечно, всё понятно, что визуально это всё фотографиями, картинками, я так поняла, не графично это всё показать. Но у меня прям, я зависла, у нас как раз сейчас дизайнер готовит фирменные цвета, и вообще, в принципе, весь фирменный стиль будет разрабатываться. И у меня была мысль остановиться на голубом цвете, потому что бежевый, но вот уже как-то везде и вся. Сейчас я уже своё мнение меняю. Голубой, наверное, здесь не прокатит. Он может подойти, смотря какой оттенок. Смотрите, по сути, вот мне, конечно, очень хочется вам сказать, а приходите на нейромаркетинг, вы разберётесь с вашей целевой и поймёте в том числе какие цвета. Вот здесь сейчас я уже насчитала минимум там пятерых выпускников нейромаркетинга, кто сегодня, вот Светлана вам пишет, подсказывает, она тоже выпускница. Да, можно рассказать конкретно, откуда хлопок. Китайский натуральный, причём, гомоэ, это совсем не то, что египетский. Видите? Вам что подсказывают. Очень полезная информация, Света, спасибо огромное. Вот предпринимательница с большим опытом. Потому что, смотрите, вот это важно понимать. У нас, ещё раз, у нас нет аудитории, типа женщина, которая любит заниматься домом, и типа она от 25 до 35 среднего достатка и любит комфорт. Потому что я люблю заниматься домом, я люблю комфорт, и я не знаю, какой категория я в России, там достатка, в Португалии, это разные просто ценовые категории, в общем. Вот. Я очень люблю все эти штуки, но я не та же самая, как другая девушка, например, которая вообще домохозяйка, и она тоже любит заниматься домом, тоже любит комфорт и тоже там какого-то достатка. Мы очень разные по своему, по своим ценностям, по своему устройству, по своему психотипу, но мы обе можем быть вашими клиентками. И там в зависимости от того, какой психотип у вас превалирует, вы, во-первых, выбираете, кто вам даёт больше инкома, ну, потому что, может быть, я, например, у вас чаще буду покупать, чем она, ну, потому что у меня там есть халат для этого, халат для этого, халат для этого, и я их там постоянно меняю. А вторая история, что, в принципе, мы и на разные цвета по-разному реагируем. Ну, то есть, вот я там в эти все вот пастельные, я убегаю. Вся вот эта пастель не в себе, там всё очень нежнятино, это не моя история, а кто-то, наоборот, прибежит. И именно это про разные психотипы. Соответственно, когда вы понимаете, какой психотип аудитории у вас, вы говорите, а, окей, голубой здесь прям супер, потому что я и этих захвачу, и эти у меня будут хорошо себя чувствовать. И здесь очень важно понять, что это не вкусовщина, это очень чёткое понимание, что один человек реагирует на это, а второй человек реагирует на это. Вот и всё. Поэтому здесь вполне вероятно, ваш голубой здесь будет клёвый. Давайте посмотрим вообще на цвета ваших халатов. И, да, для всех ещё раз скажу, подчеркну, голубой – это тоже такая абстракция. Их там миллион пятьсот оттенков, и надо смотреть конкретику. Что я вам могу точно сказать, что вам стоит, если там этот голубой с грязным, вот с ним нужно быть аккуратным. Потому что это очень частая ошибка дизайнерская. Грязные цвета, они в целом типа модные. Частая дизайнерская ошибка использовать грязную примесь там, где нельзя её использовать. Поэтому, если это будет достаточно чистый голубой, это может зайти. А если это будет голубой с большим добавлением серого, то это может вам навредить. Потому что вы про уют, чистоту, гигиену, вот с этим нужно быть прямо очень аккуратным. Я знаю, о чём говорю, потому что не один раз исправляла вот такие ошибки дизайнеров, когда это типа модно и трендово, но это работает против компании. Больше склоняемся к голубому, небесному, либо к голубому, светлому, не грязному. окей. Итак, вот у нас халаты с очень красивыми, кстати, оттенками. Очень хорошая вафля, такая крупная. Вот, коллеги, про хлопок говорили. Вот хорошая фотка. Тут и хлопок показан, натуральность, и цвет такой замечательный, и девушку не совсем обрезали живенько. Там и губы у неё, и волосы, прям замечательно. Вот это красиво выглядит. Кимоно, унисекс, бежевый. О, я вам сейчас ещё тоже подскажу. Вот смотрите, у вас хорошие какие названия. Пыльная роза, лаванда, фисташковый. Уберите бежевый. Уберите бежевый, назовите, придумайте названия красивые, клёвые вашим халатом, которые тоже будут вам помогать продавать. Пусть это будет золото Сахары, я не знаю, или египетская мороженое, да что-нибудь. Найдите клёвые названия, которые будут помогать продавать. Уберите коричневый. Само слово коричневый жуткое. Оно фонетически жуткое. Оно, оно облако смыслов плохое имеет, я вам честно скажу. Пусть это будет какой-нибудь молочный шоколад у вас. Или чего-нибудь ещё, или, или какао. Вот очень хороший халат, который хочется на зиму купить, потому что он прямо тёплый. Вон, ваниль вам подсказывают. Пусть будет какая-нибудь египетская ваниль, в конце концов, у вас жёлтенький. Пусть у вас здесь что-нибудь тоже такое будет. Горячий шоколад вам подсказывают. Горячий шоколад вообще балдёж, я бы купила этот горячий шоколад, мне он прям нужен. Класс. Опять же, розовый, не розовый он, а что-нибудь тоже такое красивое. там, я не знаю, там, опаловый какой-нибудь рубин и вот это вот вся. Вот шампань хорошо звучит. Шампань прямо хочется, и хочется в нём пить шампанское. Кто меня поддержит, тот молодец. Можете прислать сердечки и плюсики. Вот, вам посмотрите, сколько накидали. О, а Света вам говорит, что в подборе цветов в Яндексе есть потрясающие названия. Вот туда идём и тогда гуглим. Просто класс. Опять же, не синий, а какой-нибудь индиго, роскошный индиго, что-нибудь в этом роде. Вот. Вот это будет здорово. Так. А нас? Ну, здесь прям уже понятно, наверное, что делать. Нужна нормальная фотография, можно производство, можно тканей, можно вас, можно каких-то помощников. Если нет помощников, воспроизводства, тканей и так далее. Сейчас я посмотрю быстренько ваш текст. Я бы вот это убирала. Значит, я вам сейчас скажу, почему. Что я могу дать людям, чтобы их нахождение дома в период карантина было максимально комфортным? Ну, кто они? Конечно. Карантин закончился, зачем мне ваш холод? Всё. Это на самом деле не просто не про актуальность, это ещё есть такая история про негативную провязку, негативный триггер. Когда мы не хотим покупать вот эту штуку, чтобы не вспоминать о карантине. мы не хотим что-то делать, чтобы не вспоминать свой негативный опыт. Мы не хотим куда-то ходить, где нам было плохо. Вот то же самое. Поэтому текст переписывать и обязательно переписывать именно с учётом того, на какие кнопки мы жмём, какие эмоции мы хотим вызвать. слова помогают нам вызывать эмоции в зависимости от того, какие слова вы используете. Почему мы хорошо делаем своё дело? Ну, давайте быстренько на этом закончим, и у нас будет ещё один разбор. Сегодня подольше с вами. Почему мы хорошо делаем своё дело? Да кто вас знает? Ну, то есть я бы вот это совсем убирала, потому что это опять какой-то провокационный вопрос, и мне кажется, меня сейчас начнут обманывать. Ну, то есть вы этим вопросом знаете, что делается? Почему мы хорошо делаем своё дело? Знаете, что вы делаете? Вы сажаете мысль в голову, что потенциально вы могли бы делать его плохо. Но вы всё-таки делаете его хорошо, и вот почему. Мы достаточно странно устроены в этом смысле. Мы дорисовываем картинки, которых... Да, заставляем задуматься. Мы дорисовываем картинки в своей голове, которых ещё нет. И мы достраиваем картину в зависимости от того, что нам говорят. Я, видимо, сегодня после эфира тоже в сторис выложу, как это работает. У меня есть прямо картинка, которая показывает, как это работает, как контекст задаёт то, что мы видим. И в этом смысле мы можем додумать всякую... Вот, вон, Юля говорит, что она 100% так и подумала. Мы вот за этими вещами додумываем то, что человек вообще не хотел сказать. Ещё раз, мы так устроены. Я сегодня, опять же, в сторис покажу все эти механизмы. Поэтому вот с такими историями нужно быть аккуратным. И если хочется подчеркнуть, что вы хорошо делаете своё дело, ну, во-первых, не надо тыкать пальцем, что кто-то его делает плохо, а это тоже по ощущениям, что это так вы тут делаете. Вот. А второе, конечно, не надо провоцировать, чтобы люди задумывались, что вы могли бы. Здесь нужно, конечно, переформулировать. Здесь нужно переформулировать, что мы обожаем то, что мы делаем. Мы делаем наши халаты с душой, и вы это на своём теле почувствуете. Вообще, такие личные штуки, ну, как бы интимные штуки, вот про них можно говорить про то, насколько бренд оставляет свой след в изготовлении. Потому что, когда ты получаешь это дома, ну, ты всё равно получаешь какую-то, ну, энергию, атмосферу, да, что хотите, кто там во что верит. Хотя сейчас у нас и нейроисследования есть про энергетические штуки. Вот. То есть есть уже научные данные, мы сейчас не про эзотерику. Говорите об этом. Мы делаем с энергией, мы делаем действительно с любовью, мы делаем тщательно, мы делаем внимательно. Но тут вы, конечно, повторяетесь, я бы тут сделала, может быть, даже какое-то видео записала. Если есть возможность записать видео, не обязательно, смотрите, вот тут очень важно про предпринимательство. Если вы только заходите, не обязательно ждать, когда вы сделаете там какой-нибудь профессиональный промо-ролик. Да вы можете просто на телефон снять там в горизонталке и сказать, смотрите, я очень люблю, что я делаю, вот у меня вот здесь швей, у меня вот это, вот это, вот это, и вот мы делаем это вот так. И вот действительно вот такое у нас производство. Оно домашнее, оно качественное, оно с любовью. Мы смотрим за каждым стежком. Вы прям можете показать, смотрите, стежки все идеальные, и вашей коже они будут не касаться вообще, вы не почувствуете их. Это, кстати, проблема халатов, про это тоже можно поговорить. Когда ты на голое тело надеваешь, если ты очень чувствительен, как швы там ощущаются. Это отличает, кстати, очень сильно дешевые халаты от дорогих халатов. Если вы это покажете, это будет совсем другая ситуация. Еще раз, даже если вы это покажете просто на телефон. И это вам не нужно. Это, знаете, что главное? Что если вы это сделаете, мы, в принципе, правильные смыслы доносим не в прямую. И это самое лучшее, когда мы доносим не в прямую. Но, условно говоря, я говорю, что я не я там за зож, за зож, а я показываю, что я занимаюсь спортом, не ем сахар и вообще правильно питаюсь, лежу за своим питанием. Мне не нужно людям после этого говорить, что вы знаете, я за здоровый образ жизни. Это и так, очевидно. Вам не нужно говорить вот это, почему мы хорошо делаем свое дело, вы вместо этого показываете. И это гораздо лучше, и гораздо, ну, это вызывает больше доверия, чем вы будете говорить, мы хорошо делаем свое дело. Просто покажите, как вы его делаете. Если нет возможности видео, покажите в фоточках. Типа, а вот наша история в фоточках. Сделайте калаш. То есть, тут можно креативить, когда вы только начинаете. Два слова скажу про, опять же, восприятие, про мозг, про нейро, про ту фотографию, которая есть. Просто, чтобы вы знали, как это работает. Мы закончим, потому что я обещала Елене, что мы начнем в половину, но я сегодня разошлась. Вот смотрите фотографию. У нас есть такая штука, которая называется, спасибо большое, друзья, за сердечко. У нас есть штука, которая называется евристика доступности. Это когнитивное искажение. Когнитивное искажение, если по-русски, это ошибка мышления. Ошибка мышления, когда мы на базе каких-то элементов складываем свое мнение обо всем. Ну, то есть, если я вам сейчас скажу, что перед вами человек в кожаной куртке и с иракезом, и спрошу, вот этот человек, скорее всего, как вам кажется, работает в музыкальном магазине или он учитель в школе, то большинство людей ответят, что, скорее всего, он работает в музыкальном магазине. Я сказала про него две вещи. У него иракез, и кожаная куртка. По сути, он может быть как учителем в школе, так и в музыкальном магазине продавцом. Но все склоняются, потому что у нас есть стереотипы. И у нас есть стереотипы, вот смотрите, про хорошо делаем свое дело, Здесь очень милая девушка, она видно, что она шьёт, но вот меня, например, очень-очень смущает, и ваших клиентов это тоже будет смущать, не то, что это моя там местечковость или моё мнение. Вот эти вот волосы, лезущие вот сюда к халатику, понимаете? И это правда имеет значение. Если мы при этом, смотрите, длинные волосы, это клёвая тема для вообще продажа. Я не знаю, это вы здесь сидите? Да, да, но, конечно же, это просто сделано фото для фото. Смотрите, выглядит немного по-другому. Смотрите, очень важно, и я понимаю, что это постановочное фото, я расскажу про наш кейс, что понятно и вам, и тем, кто нас смотрит, и тем, кто нас ещё посмотрит. эвристика репрезентативности, вот эта вот стереотипизация, она работает очень мощно на подсознание. Настолько мощно, что работает даже там, где не ожидаешь. В Лондоне запускался проект, стартап, и на видео была доктор, настоящая доктор, делали промо-видео. Мы потом пришли уже, когда было сделано, и я анализировала, собственно, делала нейроаудит, нейроразбор, и говорила, что нужно поправить. И дело в том, что в Англии, это важно знать, это в Лондоне, там доктора не носят белые халаты, не носят. Принципиально, много лет там доктора ходят в обычной одежде, медсёстры только носят. И доктор, соответственно, на видео просто в обычной одежде, такой, типа офисной, ну и она что-то там делает, какие-то бумажки, что-то там слушает человека. Я говорю, и у него распущенные волосы, ну и как бы вот. Я говорю, мы надеваем на неё халат, мы убираем ей волосы, надеваем очки, и вешаем стетоскоп. Как бы это смешно не казалось, ну как бы, как бы смешно не казалось. И знаете, что происходит? Ну то есть вот было видео и стало видео. Конверсия взлетает, потому что мы даём нашим зрителям, по сути, достаточно элементов, чтобы они правильный стереотип выстроили. Им не нужно догадываться, им не нужно додумывать мнение, они сразу мнение складывают, что перед ними доктор, и этот доктор, это важно, квалифицированный, этот доктор окажет высокое качество сервиса, потому что есть халат, стетоскоп и всё остальное. Мы не так мыслим, мы мыслим по-другому. Знаете как? Мы заходим и говорим да или нет. Мы как клиенты, мы же не садимся и не анализируем, да, наверное, вот здесь можно доверять. Нет, мы просто ощущательно понимаем, что здесь можно доверять. То, что вы делаете, постановочное фото, вы можете его делать, вы можете его делать качественно, понимая проевристику репрезентативности. Длинные волосы – это огонь для российской аудитории, для производства, вот это вот всё от российского производителя, минималистичный дизайн. Завяжите косу. Во у вас будет выглядеть. Завяжите косу. Покажите традиции, раз уж вы про традиции, минималистичный дизайн и российский дизайнер. Повесьте себе на шею этот, кто мне напомнит, как это по-русски называется, сантиметр. Повесьте что-нибудь на шею, понимаете? Покажите, докажите, что да, вы действительно работаете, но вы работаете с достаточно интимной вещью, а у вас волосы, понимаете? Уже как бы, уже не стыкуются. Сложно сложить полноценный образ, качество, комфорт и то, что вы следите за чистотой, условно говоря. А это, потому что вот эти элементы, они так и складывают. Да, не подумала бы, здесь точно. Изучая когнитивные искажения, вот эти вещи можно очень четко улавливать и видеть, что как нужно подкручивать, что добавлять, какие детали, чтобы все работало. Я готова ответить буквально на один вопрос, и я надеюсь, Елена там еще не сбежала от нас, потому что Елена, Елена здесь вижу, следующее на разборе, мы его обязательно сейчас проведем. Я говорю, у меня не осталось никаких вопросов, очень, очень подробно, гораздо подробнее, чем я ожидала. У меня просто вот два листа уже, спасибо. Я уже готова все переделывать. Но я еще раз подчеркну, что для первого сайта вы, правда, молодец, там сделано, там все равно есть интуитивно, есть находки прям хорошие. И вы хорошо справились с дескриптором, это очень здорово, это тоже редкая история. Все остальное вы подкручиваете, докручиваете, потом еще улучшается. Это такая история, будете смотреть конверсию, пусть она у вас залетает. Я надеюсь, что здесь у вас тоже появятся клиенты. Я точно закажу себе халатик, прям буквально в ближайшие дни выберу. Вот Галя мне как раз привезет, когда поедет полетит на веб-саммит. Спасибо. Добро пожаловать. Я обязательно сохраню эфир. Спасибо, что были здесь, спасибо, что пообщались. Я тогда с вами прощаюсь. Спасибо. Спасибо. В сентябре стартует прикладной нейромаркетинг для бизнеса. Там осталось пять мест на тариф с моей обратной связью, на тариф с моим детальным разбором. С нами, вот у меня тут договор, с нами в этот раз участвуют в нейромаркетинге в бизнесе маркетологи очень крупной российской компании, так что поток будет мощнецкий, будем учиться друг у друга. у нас там много внутри групп работы. Настоятельно рекомендую не пропускать такую возможность. Плюс мы изменили немножко условия для базового тарифа. Там будет доступ к чату, будет доступ ко мне, будет доступ к нашим встречам. Это очень круто, потому что наши встречи это обычно полтора-два часа очень детальных разборов еженедельно. Домашки делаете на своем проекте, очень много тренируетесь, даете тесты. В общем, нейромаркетинг это про смену парадигмы мышления, не меньше. Это не про то, что, как кнопочку перекрасить, это про то, чтобы точно знать, где, в каком месте, как ее перекрасить. Конкретно для вас, для вашего бизнеса и для вашей аудитории. Контекст имеет значение. Так, Галя здесь, может быть, что-то я еще должна была сказать и не сказала. Я жду ваши вопросы, если они есть. Нейроразбор повторим в следующий четверг обязательно. Сегодня у себя в сторис буду показывать, как работает нейромаркетинг. Во-первых, как работает восприятие информации в зависимости от контекста. Во-вторых, как работает нейромаркетинг, когда мы думаем, что мы знаем, что делать, а на самом деле, увы, нет, потому что мы не знаем, как мы устроены, не понимаем, как мы принимаем решения. Вроде бы все сказала, что хотела. Я благодарю вас, что вы были до конца сегодня. Мне кажется, на разбор был сегодня классный бизнес. С Еленой надеюсь встретимся. Там тоже интересно бизнес-трекинг. Поговорим про то, что это такое и с чем это идет. А, и да, у нас же есть доступ к бесплатному уроку по нейромаркетингу, чтобы получить бесплатный урок по нейромаркетингу, можно зарегистрироваться у меня в ссылке в шапке профиля в Топлинке. Там висит бесплатный урок по нейромаркетингу, можно его получить и посмотреть, как можно разбирать разные рекламные материалы. Все, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, что были сегодня здесь со мной и до встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok